В результате того, что Майя Санду отказалась и лишила повышения заработной платы медикам, лишила их этой возможности, каждый медицинский работник, вне зависимости от категории, вне зависимости от стажа лет, потерял минимум 2,5 тысячи леев прибавки к заработной плате. Односталка напомнила, что в апреле 2020 года, когда пандемия уже началась, произошло повышение зарплат в медицинской сфере на 10%. Потом, по инициативе президента Игоря Дадона, всем без исключения медработникам начали поднимать базовый оклад, для того, чтобы он был удвоен. С 1 сентября прошлого года зарплата была повышена на 30%, а с 1 января этого года еще на 30%. И с июля должно было состояться увеличение базового оклада на 40%, но Майя Санду лишила медиков этой возможности. Социалисты напомнили, что им удалось воплотить в жизнь много важных социальных инициатив, среди которых введение индексации пенсии дважды в год, выплаты единовременных пособий и помощи. Так, в частности, по 16 тысяч леев получили медики, переболевшие коронавирусом и так далее. Партия социалистов на протяжении своей деятельности продемонстрировала последовательность в продвижении собственной программы и своих социальных взглядов. Не так, как другие партии, которые появляются перед выборами и вспоминают об избирателях только в период предвыборной кампании, да и то избирательно. Мы будем ездить по районам, разговаривать с людьми, рассказывать о своих социальных программах и инициативах. Мы донесем до каждого гражданина то, что нам уже удалось реализовать и то, что мы планируем сделать в будущем. Мы никогда не делили людей на плохих и хороших, на своих и на чужих. Мы были уверены и решительны в своих действиях по улучшению благосостояния каждого гражданина Молдовы. Мы обязательно будем настаивать на том, чтобы этот проект был принят и медики получили это. Мы также будем настаивать на тех проектах, которые мы начали разрабатывать с нашей командой. Это расширение списка компенсированных медикаментов, это увеличение количества персональных ассистентов. Мы вернемся к переводу в электронный вариант документации медицинской системы. Владимир Односталко подчеркнул, что большинство решений нынешнего президента наносят ущерб национальным интересам и направлены против народа Молдовы, что, по мнению депутата, свидетельствует о том, что Санду и ее команда управляются извне. Эти 40% для медиков это не ее деньги, это не наши деньги, это государственные деньги, которые эти люди должны получить. То, что она отменила выплату компенсацию за электроэнергию 428 лет, это тоже не ее деньги, это деньги государства. Она защищала монополиста, экономического агента и другие вещи. Это лакмусовая бумажка, коллеги, лакмусовая бумажка, показатель, образец того, что этот человек и та команда, которая стоит за ней, является управляемым. Это лакмусовая бумажка внешнего управления. В телеканалах ЧНТВ пытался получить комментарии на заявления депутатов-социалистов у пресс-службы президента Майя Санду. Однако на наши звонки пока никто не ответил.